Друзья, в этом ролике я бы хотел рассказать, для чего служит вот эта кнопка на рычаге переключения передач автомобиля Kia Rio X с автоматической трансмиссией. А также вот эта кнопка на селекторе переключения передач. Итак, кнопка на рычаге переключения передач это не что иное, как предохранитель. Против случайного включения какой-либо передачи во избежание повреждения трансмиссии. Вот сейчас мы стоим на заведенной машине, мы нажимаем на педаль тормоза, снимается блокиратор с вала коробки передач, но без нажатия этой кнопки с паркинга вы не можете перевести рычаг переключения передач в какую-либо передачу. Далее нажимаем эту кнопку, разблокируем рычаг и можем перевести рычаг в реверс заднюю передачу, в нейтраль и в движение. Окей, едем на драйве, впереди допустим какая-то горочка и вы хотите скатиться на ней на нейтралке. Можно переключить рычаг переключения передач без кнопки в нейтралку, но уже в реверс, в заднюю передачу, в избежании выхода из строя коробки передач, вы же двигаетесь вперед и соответственно заднюю никак нельзя включать, потому что будет ай-яй-яй, вы уже не можете без кнопки. Соответственно вы остановились, допустим на нейтралке, нажимаете на кнопку и уже можно перевести в реверс. То же самое на задней передаче, допустим вы едете назад, сзади горочка и вы хотите немного скатиться на нейтралке. Можно перевести рычаг без кнопки, но будьте внимательны, Также можно перевести рычаг без кнопки дальше, поэтому чтобы переключиться в движение, на нейтралке необходимо остановиться. Вот то, что касается вот этой кнопки на рычаге переключения передач. Хотел бы дополнить, если вы едете в драйве, как я уже говорил, и перед вами горочка, вы можете спокойненько прямо в движении, вот так раз на нейтралочку и скатиться. Потом, допустим, вам опять нужно в драйв и ехать в горку. Прямо во время движения вы можете снова включить рычаг переключения передач в драйв, без нажатия кнопки. Также, если вы хотите уйти в селектор, в имитацию механической коробки, в так называемый типтроник, тоже это можно сделать без нажатия на кнопки прямо в движении. То есть вот эти вот переключения с драйва в нейтраль, с нейтраль в драйв, с драйва в типтроник, обратно, можно в движении делать сколь угодно часто. Никакого вреда коробке не наносится. Я знаю водителей, которые едут в драйве, и чтобы переключиться в типтроник, они сначала останавливаются, ну, в избежании якобы каких-то поломок, ничего подобного. Едете 100 км в час, надо вам кого-то обогнать, переводите в селектор, кого надо обгоняете, увеличивается передача плюсиком, уменьшаете минусиком, да, и опять в драйв. Надо скатиться в нейтралку, надо опять в драйв, опять в драйв. Никакого вреда коробке передач нет. Здесь все, так сказать, ну, уже инженерами предусмотрено, поэтому не волнуйтесь. Ну, чтобы опять, конечно, в паркинг или в реверс нужно эту кнопочку нажать. Теперь о кнопке Shift, Lock, Release. Что это такое? Друзья, это не что иное, как деблокиратор рычага переключения передач в тот момент, когда машина заглушена. Вот видите, сейчас машина не работает. Ну, предположим, что она у вас сломалась, не заводится. Как же ее отбуксировать? Чтобы ее буксировать, понятно, нужно перевести рычаг переключения передач в нейтраль. Но вы это сделать не можете. Ни без нажатия кнопки, ни с нажатием кнопки. Вот как раз приходит на помощь вот этот деблокиратор. Итак, нажимаем пальцем на кнопку Shift, Lock, Release и второй рукой переводим рычаг переключения передач в необходимую передачу. Ну, например, на нейтралку для буксировки. Но, друзья, будьте внимательны. Автомобиль с автоматической трансмиссией в незаведенном состоянии можно буксировать лишь на небольшие расстояния. 20-30 километров. Дело в том, что в коробке передач на незаведенной машине не работает смазывающий насос. И все шестерни, валы не смазываются должным образом. И если вы будете слишком долго, на большие расстояния, чем 20-30 километров его буксировать, то в коробке передач может быть нанесен, ну, скажем так, фатальный урон. Поэтому 20-30 километров не больше. Если больше, то вызывайте специальный эвакуатор и методом полной погрузки верхом езжайте к месту ремонта. Рычаг переключения передач сейчас можно вернуть обратно без нажатия на кнопку Shift, Lock, Release. Но обратно уже только с помощью этой кнопки. Надеюсь, друзья, ролик был информативен. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и всего доброго.